Я до сих пор вспоминаю тесточники и лакомки, которые мы покупали в школьной столовой. Теперь я решила их приготовить сама, из своего домашнего творога. Они действительно напоминают вкус детства. Итак, для теста нам нужно будет замороженное обязательно сливочное масло, сахарная пудра, мука, разрыхлитель, щепотка соли и ванилин или ванильный сахар. Для начинки обязательно возьмите творог, не жидкий, а более стабильный, сливочный сыр немного, яйцо, сахар, ванилин или ванильный сахар и немного муки. Муку я заранее просеяла и туда же просеиваем все сухие ингредиенты. Хорошо перемешиваем венчиком и теперь замороженное масло натираем на терке. Пересыпаем немного мукой, в принципе похож на то, как мы делаем слоеное тесто для Наполеона. Хорошо перемешиваем руками в крошку и отправляем туда 2 яйца. Заранее разбить их вилкой. Все, замешиваем тесто сначала лопаткой, а потом можно перейти к замесу руками. Сначала кажется, что тесто невозможно собрать в один комок, но потом тесто становится более эластичным, так как масло подтаивает от тепла рук. И все прекрасно собирается в один комок. Такое шикарное тесто получается. Перед раскатыванием его нужно замотать в пищевую пленку и оставить на столе отдыхать минут 20, пока готовим начинку. В холодильник его отправлять не надо. Итак, все ингредиенты для начинки складываем в одну миску и просто пробиваем миксером. Приступаем к раскатыванию коржей. Небольшое количество теста я раскатываю, остальное лежит в пакете. Если тесто прилипает, немножечко совсем посыпайте мукой. Ну, я поняла, что этого, в принципе, нет необходимости делать. Диаметр кольца я взяла 10 сантиметров. Можно взять больше. Раскатывать лучше всего 0,2 примерно сантиметра. Первый у меня получились толстоватый, но тоже все было вкусно. Начинки не ложите слишком много, иначе она немножечко вытечет, так сказать. Следующий я попыталась положить как можно больше в творогу, и немножечко он стал вытекать потом при выпечке. Вот такой толщины у меня получались 0,2-0,3 сантиметра. Начинки у меня почти не осталось, совсем буквально чуть-чуть. Если бы я первый раскатывала тоньше, то у меня бы как раз весь творог вошел. Смазываю просто яйцом, даже не желтком. Вы как хотите, можете смазывать чисто желтком. И отправляем в духовку. Духовку я заранее уже нагрела до 200 градусов. И отправляю выпекаться 35 примерно минут. Смотрите до того, как они зарумянятся хорошо. Все, источники готовы. Как видите, самые первые, которые я делала, слишком толстое тесто. Творог немножечко даже вытек как будто. Но, в принципе, я очень довольна результатом. И они действительно очень вкусные. И румяные. И кусочек маленьких теста остался. Который я с удовольствием съела. Обязательно попробуйте этот рецепт. Ваша семья будет в восторге. Особенно те, кто любит выпечку с творогом. Рецепт домашнего творога я прикреплю под видео. Тоже делать очень просто. Вот такой вот разрез получается. Всем пока!